Михаил, вот смотрите, все-таки, если говорить о возможностях российской пропаганды навязывать те или иные нарративы, мне кажется, что есть у нас один совершенно замечательный пример этого как раз на этой неделе. Он в некотором смысле вас и лично касается. В журнале Foreign Affairs, чрезвычайно уважаемом, престижным, статусным американском журнале, посвященном проблемам внешней политики, появилась огромная, я бы сказал, никогда еще не было такой подробной публикации на 20 с лишним страниц, статья о том, как проходили два года назад переговоры в Стамбуле. Вы были участником этих переговоров, больше того, вы, по-моему, были одним из немногих лиц, которым было дозволено официально комментировать происходящее. Вы, да, Арахамия, если мне память не изменяет, глава делегации. Ну и, в общем, пафос этой статьи в том, что мы почти до всего, мол, договорились, но украинцы такие-раз-такие в последний момент от достигнутых договоренностей отказались, сдали назад, как говорится. И мы видим, что один из авторов этой статьи, там автора вдвое, Сэмюэль Чарап, оказывается, ну, скажем так, американским политологом, специалистом по внешней политике, приближенным к определенным российским, кремлевским кругам. Он вот в этом маленьком политологическом мире прекрасно известен, как вот такой типичный Путин-Ферштейр, человек, которого давно окучивают в Кремле, приглашают вот на заседание пресловутого. И смотрите, ведь это же происходит в тот момент, когда возникает история про некий турецкий план, когда возникает история про некий китайский план каких-то мирных переговоров. И когда, вот смотрите, выходит уже упомянутый вами Лавров, выходит и говорит, я сейчас вам расскажу то, что никогда не рассказывал, что якобы были договоренности, которые потом были сорваны. В частности, что там на Украину будут распространяться пятая статья НАТО, но это не будет распространяться на Донбасс и на Крым, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Давайте, да, не, мы можем... На самом деле, что тогда на самом деле произошло? Раз они говорят, скажите мне что-то. Коротко зайду, да, и расскажу. Ну, начнем с того, что, так я же не отрицаю, что иногда Россия продолжает информационные программы, и, соответственно, те или иные, ну, в данном случае вы говорите о человеке, который в бренд-корпорейшн там ходит, да, и, соответственно, действительно занимает очень странную позицию по некоторым вопросам. Ну, да бог с ним. Россия периодически возвращается к стамбульским договоренностям, но я всегда спрашиваю, а кто все это, ну, рассказывает вам, что, грубо говоря, страна заходит полномасштабно, имеет единственный план, так называемый план Гастомельской операции, через который собирались зайти в центр Киева и взять под контроль правительственный квартал, ну, и, соответственно, полностью оккупировать территорию. То есть эта страна заводит сюда 249 тысяч военнослужащих. Эта страна идет парадными колоннами, при этом она сразу строит пыточные, депортирует людей, особенно на юге Украины и так далее. Вот эта страна заходит, чтобы с вами, смотрите, заходит эта страна, имеет четкое представление о том, что она будет делать дальше с Украиной, какое здесь должно быть правительство, сколько будет граждан депортировано, кто будет, собственно, управлять, например, Киевом и так далее. Вот это все расписано у них. И это все проваливается. Вот эта страна заходит, чтобы вот такой, абсолютно демонстративно убивает людей, не боится, что потом будет там разоблачение в Буче. А почему они, кстати, не боялись? Потому что они думали, что этого никто не увидит. Почему? Потому что они же думали, что будут контролировать все. И все вот эти, скажем, геноцидные проявления, которые потом вскрылись, да, имеется в виду и Гастомель, и Ирпень, и там, та же Буча и так далее, то, что в Карьковской области видели, они ведь реально считали, что этого никто не увидит. Ну, они наоборот потом припишут это нацистам, которых они уничтожали, и под эгидой уничтожения нацистов убили бы там энное количество граждан Украины. Вот смотрите, обнуление репутации, полномасштабная война, обнуление международного права, геноцидные компоненты. И вот они все это делают для чего? Для того, чтобы с вами встретиться в Стамбуле, условно говоря, и договориться о том, что а давайте вы просто никогда не вступите в НАТО, и мы с вами заключим долгоиграющий мир. Ну, вот я просто хочу понять, вот IQ людей, которые думают так, оно на каком уровне находится? Они могут пройти среднюю школу и учиться там, но могут они понять, что так не делается? Кроме того, плацдарменное решение, 2014 год, захват территории Донбасса, оттуда постоянные атаки, придуманная история биолаборатории. Вы видите, что продолжает нести Патрушев и так далее? Биолаборатории, обстрел детей Донбасса, абсолютно безумная пропаганда накручивающая. Все это только для того, чтобы сказать, мы вам прогарантируем, что вы будете самой защищенной страной. Только с нейтральным статусом. Поэтому мы вас там порежем немножко, а потом мы будем вам гарантировать, что вас никто будет трогать. Подождите, а зачем же вы тогда сели за стол этих переговоров? У нас свои задачи. Смотрите, еще раз. Мы сели для того, чтобы понять, насколько... Ну, у нас были свои задачи, которые президент обрисовал. Одна из них – это попытаться все-таки получить. На тот момент, подчеркиваю, на момент конец февраля, начало марта приостановка огня по всей территории. 48 часов, 24 часа. Ну, условно говоря, какие-то вещи практического содержания. Дальше узнать смысл этой войны. Зачем? Потому что Россия там говорила о пропагандистской вещи. Но, возможно, в рамках переговорного процесса она могла заявить реальные цели. И она их заявила. Реальные цели. Вы должны отказаться полностью от суверенитета своего. Вы должны отказаться полностью от армии своей. Вы должны отказаться от своей идентичности, культурной, политической и так далее. Вы должны отказаться от субъектности. Она все это заявляла. То есть, вот эти все сказки о нацистах – это только для внешней аудитории были. И, соответственно, в рамках этого… Ну, и кроме того, мы показывали, что мы не являемся инициаторами войны. Мы готовы разговаривать. Вы объясните ваши претензии. И, соответственно, конечно же, переговорный процесс – это процесс, который должен был расставить определенные точки над мотивами сторон. То есть, наш – это понятно. А что на самом деле хочет Россия? Но это однозначно. Россия не предлагала вам, условно говоря, давайте мы на вас нападем, вас порежем, а потом выйдем обратно на границы в февраля 2022 года, как ни в чем не бывало. И пропишем вам гарантии безопасности. Но смотрите, еще раз. Вот те люди, которые это говорят, я понимаю, что они не обладают, к сожалению, современный мир очень часто требует у человека не обладать критическим мышлением. Но здесь можно было бы все-таки задать себе логический вопрос. То есть, зачем страна полномасштабно в 21 веке нападает, большими колоннами идет в центр, пытаясь захватить столицу, и почему потом вдруг оказывается, что все это было сделано только ради того, чтобы выйти обратно на границы февраля 2022 года. Это нелепо. И никаких договоренностей, никаких возможностей договориться, безусловно, не было. Но и, соответственно, более того, все вопросы, касающиеся территории, президент и тогда, и сейчас формулирует так. Так покиньте наши территории, включая территорию, оккупированную в 2014 году. И тогда, пожалуйста, давайте разговаривать о правилах общежития. Да ну, в рамках соседская страна, сосед и так далее. Ну, то есть, территориально мы их граничим. Покиньте наши территории, включая эти. То есть, как бы это все было озвучено в рамках переговорного процесса. Я понимаю, почему они это все время, как бы сейчас, вбрасывают. Потому что это и есть свидетельство, что, мягко говоря, война ведь продолжается не в сценарии России. Все, что они говорят, там, СВО идет по плану. Ну, мы с вами видим трехдневный план, который идет уже более чем два года и так далее. Они пытаются показать странам, типа, ну, вы нас поддерживаете. Ну, странам нейтральным, глобального юга того же, что, смотрите, ну, мы же предлагаем им мир. Пусть они нам отдадут часть территории, и тогда мы с ними заключим мир. И, опять же, чтобы не было такого, что Россия изолирована полностью, чтобы все страны сказали, ну, смотрите, ну, вы реально ведете войну геноцидного типа. Вы реально ведете агрессивного типа войну. Вы реально обнуляете международное право. Вот Россия хочет вот создать такую иллюзию, что, с одной стороны, мы их убиваем, а с другой стороны, мы же им предлагаем мир. Ну, на наших условиях, ну, по сути, мы им предлагаем капитуляцию, но мы называем это мир и так далее. Поэтому я бы к этому относился очень спокойно. Я бы зафиксировал... Расскажи, Михаил, ну, все-таки, объясните, пожалуйста, до чего-то тогда удалось договориться? Нет. Еще раз. Никаких? Нет. У нас было четыре этапа, ну, переговорных. Три в Беларуси, один в Стамбуле. Ни до чего не удалось договориться. Еще раз, вот по слогам. Никаких договоренностей, которые... Потому что Россия настаивала на факторах следующего. Территории, которые мы захватили в 2014 году, признаете юридически нашими. Армию свою полностью раздеваете. Она может иметь только полицейские функции. Ну, то есть, грубо говоря, с пистолетами и с резиновыми дубинками ходить. И при этом она должна быть максимально ограниченной. Ну, там, буквально несколько десятков тысяч человек. Дальше. Суверенных и субъектных прав во внешней среде у вас не будет. Никаких военных альянсов, никаких договоренностей с другими странами. Никаких возможностей экономического сотрудничества без согласования с Россией не будет. И так далее, и тому подобное. Ну, то есть, где здесь была возможность договориться? Безусловно, такой возможности не было. На самом деле, если бы... Вернемся к Стамбулу. На самом деле, переговоры могли еще продолжаться какое-то время. Потому что можно было бы доказывать, пытаться доказать, что давайте так, это невозможно. В рамках международного права вы должны уйти куда-то. Ну, можно было бы продолжать это, конечно, делать. Но когда мы увидели тип войны, а это как раз-таки Киевская область, мы увидели тип войны. Понятно, что они сюда пришли не разговаривать с вами. То есть, они тем или иным способом в любом случае бы геноцидили эту территорию. Ну, то есть, как бы, неважно как. Либо прямыми военными действиями, либо через теракты. Простите, но вот появляются там, вот даже в этой статье, какие-то копии каких-то напечатанных документов. Как к этому относиться? Это просто вброс тех бумаг, которые были у российской стороны? Никак, конечно. Конечно, никак не относиться. Там нету никаких подписанных или парафированных. Ну, я имею в виду условно, потому что парафирование это через Министерство иностранных дел. Никаких документов, которые были бы согласованы, не существует. Есть, безусловно, как вы правильно говорите, документы, ну, как их назвать документами, бумаги, прописанные Российской Федерацией с точки зрения ультимативных требований. Не более того. А вот скажите, пожалуйста, мне приходилось это слышать, и я склонен своим источникам здесь доверять, что у украинской делегации, поправьте меня, если это не так, было периодическое ощущение, что люди, сидевшие на другой стороне, неуполномочены принимать никаких решений в ходе переговоров. Что они не являются, если угодно, субъектными переговорщиками. Это не ощущение, это так и было. Это не субъектные переговорщики, это совершенно далекие от психологии переговорного процесса люди, которые не были уполномочены, это были передаточные станции, не более того. Это люди, которые должны были просто, как это, куклы, сидящие за столом, и которые выполняют функцию пойти, уточнить, прийти, зачитать стандартную бумагу, которую им дали перед тем, как они приехали, они ее зачитывают, и все, не более того. Они не являются субъектами ни политического процесса в самой России, они не являются влиятельными персонами, они не имеют самостоятельности, не имели и так далее. Более того, делегация была масштабная, насколько я понимаю, она была насыщена сотрудниками разных спецподразделений, условно, или спецслужб, постоянно в каких-то коммуникациях находились. Нет, это делегация, которая не была уполномочена принимать решения. Да у них и в принципе никто не принимает решения, кроме понятного небольшого политбюро. Мне приходилось носить другую точку зрения, что был один человек, который обладал некоторой субъектностью или, во всяком случае, способностью быстрой коммуникации. Но он не сидел за столом переговоров, он сидел где-то, что называется, на полях встречи, фамилия его Абрамович. На самом деле, на начальном этапе, действительно, господин Абрамович выполнял роль своеобразного медиатора, то есть человека, который пытается найти поле, в рамках которого можно разговаривать о чем-то. Потому что все-таки напряженная атмосфера была, изначально понятно, что тяжело будет разговаривать. Не более того. Но, честно говоря, я думаю, что вряд ли он мог привести эти переговоры с точки зрения медиации, опять же, к какому-то знаменателю. Это невозможно. Я, честно говоря, еще раз, я не видел вообще возможности сблизить позиции. Потому что, с одной стороны, это ультимативное требование, отдаете, 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 отказываетесь, отказываетесь, отказываетесь. С другой стороны, это требование, выйдите за пределы нашей территории, тогда разговариваем. Вы на нас напали в 2014 году, вы напали сейчас. Никаких гарантий никто не дашь, что вы не нападете там третий, четвертый, пятый раз, пока не добьетесь реализации своих целей. Ключевая цель России была, как раз таки, юридически зафиксировать все, что они захватили в 2014 году, все, что они захватили в 2022 году, юридически зафиксировать, чтобы дальше выйти на трек отмены санкций. Ну, смотрите, нету территориальных претензий, нету серых территорий, есть юридически подписанные территории, которые становятся российскими, и, соответственно, тогда какие санкции по отношению к России. То есть они ставили прагматичные цели очень. Ну, то есть разрушение Украины, давайте вынесем за скобки, это понятно, в полном объеме и разрушение украинской государственности, это понятно. Дальше реализация в рамках этой программы личной ненависти Путина, ну, он исключительно ненавидит слово «Украина» даже, то есть для него вот сама сегодня просматривать резню, как убивают гражданское население Украины, для него это высочайшее наслаждение. По-моему, это единственное, чем он сегодня живет. И, соответственно, и прагматичные задачи, очень прагматичные. То есть вы юридически фиксируете за нами все эти захваченные территории, тогда мы начинаем юридически выходить из санкционных режимов, ну, и возвращаемся в статус глобального интересного партнера и так далее и тому подобное. Вот абсолютно четкие три задачи, которые они решили. Скажите, пожалуйста, вот тогда на переговорах, правда ли, что был такой эпизод, когда правда ли, что украинская делегация в какой-то момент поставила вопрос о том, что у нас есть уже несколько тысяч ваших погибших солдат и офицеров, давайте будем решать вопрос о возвращении их тел вам, и чтобы вы тоже вернули нам тела наших погибших. И что российская делегация отказалась это обсуждать. Сказала, нет, вот у нас несколько там, десятков человек погибло, по данным Министерства обороны, а какие тысячи, там, этого быть не может, мы говорить об этом с вами не будем. Было такое? Это абсолютно достоверная информация. Там даже сидел такой субъект, у него фамилия была Фомин, это замминистра обороны, как раз-таки зам Шойгу, и вот этот человек официально говорил, у нас нету никаких потерь, вы все врете, вы все выдумываете, мы вообще не имеем там, десятки, это вы даже много сказали, у нас там несколько человек погибло случайным образом, поэтому вы нам тут не рассказывайте, никаких обменов делать не будем. И, кстати, гуманитарных коридоров, на самом деле, которыми вот этот человек с удивительной фамилией Фомин должен был заниматься, тоже не существовало. То есть, как только с какого-то региона, ну, где шли активные боевые действия, мы пытались забрать гражданское население, это все невозможно было согласовать, там, постоянно шли атаки, обстрелы и так далее и тому подобное, причем преднамеренные, то есть, как только гражданское население где-то собиралось, ну, компактно собиралось, чтобы сесть в автобусы, мы не могли туда ни автобусы отправить, не могли их забрать и так далее. Вот эти люди, они все время врали, поэтому, безусловно, они не приехали вести с переговоры, они приехали еще раз зафиксировать свою позицию ультимативного толка, получить, грубо говоря, людей, стоящих перед ними на коленях, я так сейчас утрированно рассказываю, да, подписать стандартный договор о том, что Россия самая сильная, самая великая, имеет право тотально контролировать территорию Украины во всех смыслах этого слова, то есть и экономические, и политические, и внешнеполитические и так далее. Поэтому, честно говоря, вот это все попытки сейчас зайти и рассказать, вот мы в Стамбуле могли о чем-то договориться, это нонсенс. Вы не начинаете войну, если вы не хотите уничтожить врага, не хотите реализовать другие задачи. Вы не начинаете войну для того, чтобы сказать, а теперь мы пойдем навстречу врагу, и мы ему все отдадим, чтобы он был в более выгодной позиции, чем до начала войны. Я, честно говоря, даже, еще раз, я не то, что тут хочу как-то усомниться в чем-то, что публикуется иногда, да, я просто хочу понять, а неужели существуют люди настолько глупые, что они на полном серьезе говорят, смотрите, на вас напали, вас резали для того, чтобы после войны, вот когда бы вы согласились что-то подписать, ваша ситуация была лучше, чем до начала полномасштабного вторжения. Ну это же нелепо. Но даже мне кажется, что если там человек вообще, ну вот, скажем так, слабоумен, он тоже заподозрит что-то не то. Но на вас не будут нападать, чтобы ваша позиция после нападения стала лучше, чем до нападения. И, соответственно, если у нас была плохая позиция до нападения, а у нас были оккупированной территории, напомню, Крым, Донбасс, у нас была постоянная террористическая война, по сути, ну она такая там с периодическими обострениями и так далее, по линии фронта была. У нас были постоянные угрозы со стороны России, у нас были попытки все время со стороны России активно вмешиваться в политический процесс, ну имеется ввиду создавать там партии и так далее. И вот она начинает, вот даже это все было, то есть у нас плохая позиция, у нас были плохие минские соглашения, максимально невыгодные Украине, у нас была плохая поддержка стран Запада, которые на тот момент, сейчас это совершенно другое, которые делали вид, что не видят оккупации Крыма, у нас были проблемы с санкциями в отношении российских компаний, которые, несмотря на работу в том же Крыму, спокойно могли работать и в других странах и так далее. То есть на фоне этого на вас еще и нападают для того, чтобы что? Для того, чтобы вам это все улучшить? Ну анекдотично же звучит это. И поэтому, когда вы читаете такого типа тексты, нужно тогда, наверное, с иронией относиться к интеллектуальным способностям людей, которые на полном серьезе прописывают, они напали на Украину для того, чтобы в Стамбуле заключить качественный договор, гарантирующий Украине самостоятельность, безопасность, возврат каких-то территорий и так далее. Но это же анекдот. Но послушайте, Михаил, все-таки, почему эти переговоры прекратились? Почему было принято решение их не продолжать? Бессмысленность. Бессмысленность. Полное, тотальное ощущение того, что Российская Федерация в любом случае будет вести войну на своих условиях, пока не добьется ключевых целей. Эти цели постепенно проявлялись не только в рамках того, что было озвучено на переговорах, но они постепенно проявлялись. Сейчас они эти цели не скрывают, им нужно другого типа правительства. Ну и, конечно же, вот этот просто убийственный президент принял жесткое решение, когда он съездил, один из первых, он был, кстати, в Буче, когда он это все увидел, в полном объеме посмотрел, ну, гораздо больше иллюстративного материала. Не то, что мы с вами видели, да, ну, вот я имею в виду, ну, я-то тоже намного больше иллюстративного материала посмотрел, то, что там делали, и те свидетельские показания, которые были, то, что там с телами происходило и так далее, но это невероятно, и, соответственно, президент принял крайне жесткое решение, это невозможно, они пришли нас просто вырезать. Ну, то есть, нет смысла сидеть за столом, когда ты точно понимаешь, что они пришли немножко... Какой роль все-таки сыграл в этом фактор внешней поддержки? Ну, я не хочу повторять вот эту вот смешную версию про то, что приехал Борис Джонсон и сказал, а ну пошли ты их нафиг, давай будем лучше воевать и победим их, но ведь, так, положа руку на сердце, я помню обстановку, скажем, вот в моей, в медийной сфере, я помню, как мне приходилось спорить с американскими, британскими, там, немецкими журналистами, которые мне говорили, а, Евгений, слушай, ну, признайся, давай смотреть правде в глаза, там, продержитесь вы 10 дней, ну, продержитесь вы 2 недели, ну, 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 на большее Украина не способна. Давай посмотрим правде в глаза. Они не понимали, конечно, что происходит в действительности, они были отрезаны не только от информации, но вот от ощущения, может быть, того духа сопротивления, который мгновенно разлился в обществе, как в воздухе, да, но все-таки вот этот вот фактор поддержки, символом которого был приезд Джонсона в Киев сыграл роль? Я сейчас приду к приезду Джонсона, я скажу так, я рекомендую им все-таки посмотреть правде в глаза. Мы уже 2 года ей смотрим, больше, чем 2 года, им бы тоже желательно было посмотреть. А потому что, когда они посмотрят правде в глаза, оказывается, что у России можно выиграть войну, что Украина будет сопротивляться, что Украина умеет сопротивляться и так далее. Вот они до сих пор, это, кстати, возвращаясь вот этих всех депрессивных публикаций, как мы больше там чуть-чуть разговаривали, вот они просто не смотрят правде в глаза. Мы эту войну не проиграем. Правда в том, что мы ее не проиграем. Но правда и в том, что они боятся дать то, что нужно, чтобы в эту войну выиграть. И, соответственно, возвращаемся теперь к визиту Джонсона. Основная причина всего это как раз таки стальной характер президента Зеленского, который точно принял для себя все решения. И который активно проговаривал решения, которые он принял, с такими, как на тот момент премьер-министр в Великобритании. И когда Джонсон вот это все увидел, послушал, опять же, иллюстративный материал, он сказал, мы все вам поможем. Не он первопричина того, что мы сопротивлялись. Первопричина этого геноцидного типа война России. Вот все это совершенно разные процессы. Наоборот, Британия сказала, посмотрев, ну, условно, если это можно в таком кинематографическом даже стиле говорить, они увидели, сказали, мы дадим вам все, потому что мы видим, что с вами делают. То есть тут причина и следствие другими местами поменять местами нужно. Сначала решение, полное решение Украины, потому что нас пришли убивать, сопротивляться и не договариваться, потому что этот враг, это не про договоренность. Еще раз, потому что у этой войны нет экономической, территориальной подоплеки, здесь подоплека ненависть. Пришли вырезать, наказывать, неважно, как там можно назвать это и так далее. А уже потом Британия сказала, мы с вами мы дадим все, потому что мы видим, что с вами делают. Вот так это выглядит на самом деле. И поэтому подытожу, переговоры фиктивные, Российская Федерация не заходила для того, чтобы подписать, я просто все время, у меня это вызывает настолько, я не знаю даже, как на это реагировать, вызывает только смех, потому что интеллектуальный уровень людей, которые на полном серьезе пишут, что с вами договорились бы о том, чтобы вы получили гораздо более выгодные позиции после войны, после такой начала войны и так далее, это свидетельствует о качественном, я сейчас сарказмом говорю, о качественном, интеллектуальном потенциале авторов таких текстов. Россия, конечно, заинтересована писать в таком инфантильном духе, это понятно. Второе, решение о прекращении любых переговорных процессов с Россией принималось исключительно на уровне президента Украины после получения всей информации о типе войны, которую ведет Россия. И третье, если мы фиксируем тот же визит Джонсона, это как раз таки потрясающая, правильная позиция тогдашнего премьера Британии, который, увидев все, что с нами делал, сказал, все дадим. Вот и все. И поэтому сейчас тоже хотелось бы, чтобы люди правде в глаза посмотрели. Было бы быстрее оружие, в большем количестве, своевременные поставки, война бы давно уже деэскалировалась, шла к финалу. Потому что, на самом деле, вот эти конспирологические, геополитические рассуждения о том, что если мы дадим, например, какой-то тип оружия, это будет означать эскалацию, Россия может быть. Помните, когда начали задавать вопросы, так, а почему вы не можете закрыть небо над Украиной, так же, как над Израилем? И мы услышали дивное заявление о том, что это разного типа эскалации, разного типа конфликты и так далее. В смысле разного типа. То есть, уничтожение граждан Израиля, это один тип эскалации, уничтожение граждан Украины, это другой? Нет, это геноцидные компоненты. Одна агрессивная страна под названием Иран, тут агрессивная страна под названием Россия. И, соответственно, когда ты обеспечиваешь пассивную защиту, ты не эскалируешь, пассивная защита, ты не атакуешь территорию другой страны, страны-агрессора, ты закрываешь население гражданское другой страны. Вот это все, как бы, требует посмотреть правде в глаза, опять же, возвращаясь. Ну что ж, Михаил, спасибо большое за этот разговор, за ваши объяснения, ответы, комментарии. Я напомню, что моим собеседником был советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, человек, который, в общем, очень часто говорит от имени украинского руководства на многие темы, которые нас сегодня волнуют. Спасибо ему за то, что и нас он вниманием не обошел. Пожалуйста, только не забывайте ставить лайки этому видео, задавать вопросы, оставлять комментарии и подписываться на мой канал. Михаил, спасибо, я надеюсь, что не последний раз с вами видимся, тем более, что впереди еще очень много драматических, интересных событий. Спасибо вам. До свидания. И всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова